Помощь нетрудоспособному населению в нашем городе оказывают сотрудники различных ведомств. Спасатели также регулярно помогают этой категории граждан. Уже традиционным стало проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в домах и квартирах одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. К слову, приезд таких гостей для многих из них становится приятной неожиданностью. Звонок, спрашиваю, слушаю, говорят МЧС. Я так удивилась, думаю, какой МЧС. Такой сюрприз мне сделали, поставили пожарную сигнализацию или оповещателю, как правильно сказать. Пригодится ли нам? Ну, конечно, пригодится. Я больной человек. Иногда поставлю тот же чайник. Вы знаете, забываю. Уже мне купили маленький чайничек, который там немножко свистит. Если включу телевизор, увлеклась, все. И он сгорел. А так будет какой-то… Это, во-первых. Во-вторых, дом старый. В рамках рейда сотрудники МЧС пообщались с пожилыми людьми, провели информационные беседы о правилах пожарной безопасности. Рассказали о том, как следует обращаться с таким необходимым в любом жилом помещении устройстве, как пожарный извещатель. Это автономный пожарный извещатель. Если вдруг произойдет пожар, не дай бог, ну, за чего-нибудь, и когда к нему попадет дым, он начнет очень-очень громко пищать. Хорошо. Отлично. Вдруг вы спите в это время. Инвалиды и одиноко проживающие пожилые люди, как никто, иной нуждаются в заботе и поддержке. Ввиду возраста и состояния здоровья они не всегда могут обеспечить свою безопасность, поэтому на помощь приходят спасатели. Особое внимание уделяется одиноким инвалидам, которые живут одни, помочь им некому. И СССР уделяет этому большое внимание как и в проверке самих домовладений, так и в обеспечении безопасности. Это установка автономных пожарных извещателей, это содействие в ремонте печного отопления, электропроводки. И другие заинтересованные тоже привлекаются к этим мероприятиям. Это и волонтеры, это и предприятия. Мы пытаемся охватить больше предприятий, чтобы для оказания помощи инвалидам. Приятно ли, что уделяют внимание? Очень приятно. Конечно, как инвалиду первой группы, такое внимание, которое, конечно, до слез приятно. Теперь будете в безопасности? Да, теперь уже буду в безопасности. Подобные акции проводятся в рамках социальной программы по обеспечению пожарной безопасности населения. Каждый год сотрудники МЧС области устанавливают в домах бересейцев сотни пожарных извещателей. Установив сегодня эти необходимые устройства в домах людей с ограниченными возможностями, спасатели опять выполнили свою работу. Кого-то защитили, но не в экстремальных условиях. И это, пожалуй, самое важное. Продолжение следует...